всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале всем доброе утро у кого утро у кого уже в общем приветствую всех в отличном прекрасном настроении сегодня хочу сделать для вас расклад который вы назвали почему люди меня часто боятся и относятся настороженно что-то хотела сказать еще не помню а благодарю за донаты после последнего ролика где я говорю что хочу приобрести новые голоды я вам очень-очень благодарна ближайшее время обязательно закажу сегодня мне захотелось поработать на классике классика райдера и на колоде солка 2 вот на этой вот на этой колоде будем считывать ваше состояние не знаю почему на эти колодок но вот захотелось тогда камешки позиции определяетесь там тайм-коды есть в описании видео всегда красненький зелененький первая позиция всегда голубая красная зеленая надеюсь неделя у вас начинается счастлива хорошего настроение прекрасной погодой все в жизни складывается на и лучше не разом по крайней мере я вам этого желаю итак посмотрим сначала вас на какой вы человек а потом сразу по себе ответим на вопрос почему люди вас боятся и относятся настороженно так мне кажется уже достаточно приступаем отодвигаем эти два камешка в сторонку на позиции номер один голубенький камешек учетами все эти хочется улыбаться не знаю на кого-то такое хорошее настроение так вы описание вас на их на этой колоде посмотрим на посмотри почему значит оппозиция номер один описание как ни странно в этой колоде это карта она мне почему-то всегда могу напоминает не знаю почему такое вот ощущение что человек либо сейчас вы находитесь в каком-то таком переходном знаете состоянии трансформации ощущение того что вы являетесь знаете каким-то проповедником что ли человеком который несет знание это архетип скорее всего да я не могу сказать что вот прям сто процентов все такие но в любом случае ваше желание ваше намерение до передавать что-то помогать людям переходить из одного состояния в другое такое знаете достаточно высоконравственный высоко моральные люди 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 уже с определенным опытом по крайней мере здесь возраст показывается людей больше тридцати лет не здесь не совсем молодые юные люди либо это может описываться найти как состояние вашей души для человека уже познавшего хлебнувшего ведущего но вот разница здесь не только в том что вот у вас есть какой-то опыт а здесь еще знаете вот умение понимать жизнь умение понимает причинно-следственные связи понимать почему собой такое произошло здесь знаете ощущение того что люди не обиженные на жизнь которые даже прошли очень сложные периоды своей жизни ощущение что люди как будто бы вынесли какие-то уроки из этих ситуаций понимание у людей хочется сказать высокого уровня такого развития да когда люди понимают что вся жизнь это определенные какие-то уроки до череда препятствий преодоления которые помогают именно оттачивать наш собственный характер здесь есть вот это вот ощущение ответственности да за свой какой-то выбор которые люди делают ощущение того что знаете вот какая-то мудрость присутствует но это не не мудрость из книг не книжная а это вот какой-то личный опыт но при этом это не просто человек который знаете трудности прошел и они его закалили нет а здесь как будто бы вот понимание всего этого да то есть не просто так а вот что-то происходит и я понимаю что это вот идет какая-то расплата за за какие-то даже не расплата а причинно-следственная связь да я так поступил поступила и вот сейчас поэтому со мной это происходит то есть такой знаете достаточно осознанное что еще здесь за человек человек который знаете умеет во первых есть у вас вот это вот связь с общим связь с миром связь силами кто в какие верит высшей силой бога творца не знаю как кто как и называет но здесь также есть ощущение того что вы в какой-то степени являетесь неким таким хранителем хочется сказать человеческих душ не знаю почему но здесь вот у меня такое ощущение что возможно возможно кто-то из вас знаете не самих людей не оболочку а именно суть людей но знаете встречается иногда человека и внешне он может казаться не знаю поведение какое-то может быть не тактичное да не совсем культурное вежливое одним словом негативное но вы к этому человеку можете быть расположены душой почему потому что такое ощущение что вы как будто бы за этой оболочкой видите свет 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 души и вы понимаете что если как будто бы этой душе с которой вы встречаетесь да ей нужна какая-то ваша помощь не что-то сделать а именно внутреннее понимание да то есть ваше отношение ваше поведение одно будет не то чтобы с нисходителем но с каким-то пониманием к этому человеку да почему потому что еще раз повторюсь внешне он уже достаточно неприятный негативный а за этой оболочкой вы видите его настоящую суть и вы понимаете что этот человек пришел пройти какой-то урок а поскольку вы свои уроки понимаете вы понимаете и урок другого человека и вы как-то знаете позиция наблюдателя больше не включаетесь в процесс да вот как-то вот вам кто-то нахамил и вы это будете как-то реагировать негативно да нет а вы вы как будто бы с пониманием что да да я понимаю что вот за этой оболочкой из-за этой агрессии скрывается какой-то вот нежный ранимый ребенок который нужен которому необходимо внимание и вот вы исходя из этого понимания будете давать ему вот эту любовь это внимание которому необходимо и человек будет все время уделяться то есть ну вот как будто бы вот какой-то не такой человек да не так вы поступаете не так как все ваши поступки они не такие как у основной массы людей да в среднем как знаете вот как на инстинкт когда кто-то меня ударила я защищаюсь там кто-то обидел я убегаю вот что-то такое нет а здесь вот как будто бы ваше умение видеть то что не видят другие люди причем знаете так интересно вот ваше отношение может быть даже вызывает мы перейдем к чему боятся люди но вот здесь вот мне еще такое ощущение идет что иногда бывает такое когда вам задают вопрос а почему ты так поступил вот с этим человеком ну вот он вроде бы такой добрый хороший там не знаю например меценат всем помогает а ты вот как-то вот холодно так дерзко резко может быть с ним либо стены какие-то возводишь да такое отношение и вы четко понимаете вот как будто вы знаете что скрывается за маской вот я не знаю как это есть у вас это чуйка ну и последняя карта вот знаете опять таки человека преданного человека верного верного знаете своим ценностям своим принципам каким то то есть здесь ощущение того что даже сложный момент сложную ситуацию вы все время будете поступать в качество это человеческий да не так как вот по обстоятельству хочется сказать крыса бегут да и мне нужно лежать нет а вот вы относитесь вот какая-то храбрость вас присутствует да не знаю что то как бы вам это объяснить то ощущение оно такое знаете вот с одной стороны какая-то очень давняя-давняя душа которая очень много воплощения пережила и узнаете уже накопили как будто бы опыт и на все смотрите со стороны не включаясь в процессы почему потому что я тоже когда то проживала это проживало да и здесь уже ну вот и исходя из своего опыта уже могу не то чтобы предсказывать а понимать что будет и вот это ваша отношение что ну да летните перейдешь на этот уровень потом теперь и бередешь на этот уровень году придешь ко мне вот это вот знаете вот это вот понимание Оно дает вам как-то на ступеньку выше смотреть людей не с точки зрения эгоизма А как раз и с точки зрения понимания И вот вы начинаете дарить любовь И от этого вызывает непонимание То есть там, где, например, другие бы негативно среагировали Вы можете просто обнять человека, сделать ему кого-то приятный подарок Оказалось бы, там, где другие люди будут набрать воспалять этого человека Говорите, ой, какой он хороший сам мастер, либо еще что-то Вы будете говорить, что нет, надо бежать от этого мастера Это не тот человек, которому можно доверять Но при этом вот это вот ваше внутреннее ощущение и состояние любви Я не говорю о безусловной любви Я не говорю о каком-то взаимовыгодном обмене А вот здесь вот какое-то вот такое особое, как бы вам описать состояние Оно такое, знаете, мягкое, обволакивающее, приятное Такое ощущение, что вот у вас как будто бы такое большое белое облако Мягкое, как вата Вот у вас очень легко погрузится Вот вы... И в нем хорошо Я не знаю Это, наверное, как ортопедический матрас Да, вот ложишься И вроде бы он как-то вот, ну, немножечко твердый А с другой стороны вот приятное Вот что-то такое Вот идет от вас вот такая вот энергия Ну, исходя из описания, уже сразу можно понять Мне, почему люди вас боятся Потому что вы не похожи на других Потому что люди не понимают ваших поступков Потому что у вас какая-то своя система ценностей Определения, понимания Какие-то свои убеждения, которые Знаете, за ними скрывается опыт И какая-то вот мудрость, да Философия может быть особая И с первого взгляда человеку не понять Надо объяснять этому человеку Почему вы так поступили То есть вы как будто бы Некая такая тайна Мистика, которая манит Но при этом одновременно пугает И вызывает недоумение То есть все, что нам неизвестно Оно всегда будет страшить Вот вы такой человек То есть вы страшите своей неизвестностью Почему люди часто вас боятся Ну вот я только сказала, да Вот выпадает волна Почему люди вас боятся Потому что они вас не понимают Потому что они, во-первых Вы становитесь для них определенным зеркалом Причем зеркалом не позитивным, а негативным Они видят в вас какие-то свои проекции То есть знаете, то, чем наполнен человек Именно в вас почему-то он видит эту грань И однозначно вы вызываете Какой-то неприязнь С первого взгляда Потому что вызываете Какие-то вот в памяти человека Какие-то бессознательные процессы С другой стороны Люди вас часто боятся Почему? Потому что по луне у вас какой-то вот Знаете, свой путь Да, вы четко видите, что Кто вас обманывает, а кто нет Да, вы можете это головой не понимать Но у вас очень хорошо работает интуиция У вас очень хорошо работает чуйка На какие-то такие, знаете Напряженные ситуации На выживание То есть такие вот экстремальные ситуации Вот прям чуйка срабатывает на раз-два-три Вы сначала действуете, а потом понимаете Почему я так поступил Еще Здесь нет у вас врагов У вас есть недоброжелатели В контексте того Что кто-то, может быть, вам действительно завидует А кто-то, знаете, веет от вас Каким-то магнетизмом И вот некой такой магией Но почему-то вас боятся И вас считают, что вот что-то такое темное идет от вас Вот то, что я говорила, да Непонятное, неопределенное Вы пробуждаете Вот как на этой карте, да Рак выходит из дна озера реки Вот что-то такое периодически Как некое помутнение рассудка То есть то, что люди скрывали Такое, знаете, очень глубоко внутри себя То ли вы в них это вытаскиваете Может быть, это быть в разговоре как-то, да Может быть, как-то в ваших поступках А может быть, просто они на вас смотрят И боятся, что вот какая-то тайна Какой-то секрет внутри них Что как будто бы вот в ваших глазах Видно, что вы не знаете Вы об этом можете даже и не догадываться, да Ну вот восприятие, ваше восприятие людей Наоборот, то, как люди вас воспринимают, да Вот у вас есть особый блеск в глазах Иногда, не у всех, но у кого-то глаза начинают темнеть Становятся темными Я не знаю, может быть, это ближе к вечеру, да Вот как у кошки бывает такое вот ночное зрение Кто-то ночью очень хорошо видит У кого-то ночное зрение очень хорошо, хорошее Либо здесь, вы знаете, какие-то темные, такие вот, ну, как магические глаза Но это не то, что вы в магии занимаетесь Нет, а это вот ваша энергетика Ваша связь непосредственно с водной стихией И с луной одновременно Ваша цикличность Что еще боятся люди вас? Вашего потенциала У меня ощущение такое, что люди могут бояться Что у них есть это ощущение В связи с вашими знаниями Вашим мировосприятием Что вы можете как-то, знаете, вот как будто бы магичить, что ли Можете бояться вашего потенциала Вашей какой-то силы Причем этой силы непонятной Какой-то вот тайной Вы знаете, вот с вами в разговоре Бывает такое, что погружаешься так глубоко Как будто бы вы, как, знаете, качественный наркотик Изменяете состояние человека Вот такое еще у кого-то может быть Знаете, вот с вами разговаривают Разговаривают И вот как будто бы в разговоре Ваши слова Как я уже сказала Вот они какие-то обволакивающие Как психологи используют При внушении Либо при гипнозе И вот человек вам говорит И вдруг неожиданно может проговорить Какую-то очень важную тайну И вот это вот Почему это выходит само по себе Либо вы просто молчите И внимательно слушаете А человеку хочется говорить Вот что-то такое вот наболевшее И они считают Что вот этот магнетизм ваш Вот это вот какой-то Какой-то дар, что ли Дают отсылку к магическому Потому что не понимают В чем его природа И вообще ваш потенциал Он действительно страшит Люди боятся вас Потому что с вами трудно В чем заключается трудность И выпадает аркан мага Вот видите Маг и луна Все равно у вас есть Знаете, магические способности У кого-то напрямую А у кого-то косвенно И в контексте того Что вы хорошо понимаете Еще раз скажу Психологии другого человека Потому что вы в себе Хорошо разбираетесь Вы себя понимаете Вы себя можете разложить По полочкам И исходя из этого Вы понимаете другого человека Боятся, знаете, ваших слов Может быть, ваши слова Они не то чтобы пророческие А вот, знаете, иногда бывает так Что вот вы что-то скажете Улыбается у меня такое Знаете, бывает очень часто Когда неожиданно могу кому-то Ну, у нас дома могу сказать Что такое надо этот Променять, например Агрегат, который делает тост, например Или просто посмотрю на холодильник Да, надо холодильник поменять И иногда вам задается вопрос Зачем? Все работает А потом через какое-то время Через пару дней Это начинает ломаться Либо неожиданно Я могу сказать, допустим, там Сыну, что надо пройти Техосмотр машины Например, там, я не знаю Лампочки проверить И потом Конечно же всерьез меня никто не воспринимает И потом через 2-3 дня Действительно лампочка перегорела Вот у вас здесь что-то такое Вот вы можете такое сказать Которое, ну, кажется Немножко непонятным Необъяснимым А потом это случается Причем вы это, знаете Говорите в таком достаточно Спокойном состоянии Как назначай Как будто вот говорите Разговариваете на какую-то Постороннюю тему с человеком А потом Как-то вот неожиданно Как реплику какую-то Сбросили И человек В недоумении То есть о чем-то Да, я не знаю Так просто вылетело Не обращая внимания Такое вот просто случилось И это действительно случается А вообще С вами сложно Потому что вам сложно Манипулировать с вами Потому что Вы сами прекрасно можете Управлять И манипулировать Другими людьми Вот это вот основные Страхи, да Почему люди К с вами Ну, вам относятся Осторожно Такая была у нас Первая позиция Так Давайте по-своему Посмотрим с вами Позицию номер два Красненький Камешек Что вы за человек Очень любознательный Доечка У меня всегда Чувствительная Ранимая Такой, знаете Вот прям Хочется сказать Везде Во всем Надо Влезть Знаете Как Фильм о ужасах Которые я не люблю Но в любом случае Вот это, знаете Момент Когда идешь В фильме Смотришь Главный герой Идет по лесу Вдруг неожиданно Какой-то там Заброшенный домик Ну и казалось бы Видишь Заброшенный дом Посередине леса Нафига тебе туда лезть Нет А вот что-то тянет Что-то Причем не просто зайти Вообще По всем комнатам Посмотреть Потому что Ну вот любопытно Но это не с негативной Точки зрения Это не то Что вы сольете нос Куда не нужно Нет А вот это вы знаете Детское такое Боже мой Ощущение Причем знаете Вот мне показывают Кто из вас Признавайтесь Любит божьих коровок Не знаю Здесь показывают Маленького ребенка Который Опять-таки Многое зелени Вот Он знаете Прям садится На колени Нагибается И смотрит Под листики Какие-то Потому что Там скрываются Вот божьи коровки Как будто Вы знаете Вот как Алиса В стране чудес Она большая И она попала Вот в какой-то мир Там все такое Маленькое Крохотное И это надо Расглядеть И посмотреть Вот у вас Вот такое Вот любопытство Да Вот вам все Интересно Как что сделано Я же говорю Как маленький ребенок Например В детстве Может быть А может быть И сейчас Не значай Кто-то Электроприборы Так знаете Неожиданно Поломал Почему Так случилось Я просто хотела Посмотреть Что там За тем винтиком Я взяла И поломалась Что-то такое Вы вообще Не дружите С электроприборами Это точно Во-первых Вы не понимаете Как они Устроят Вам это кажется Что Лучше попроще Так как было Раньше Вот эта Вся технология С гаджетами Но это не совсем Ваша Потому что Хотя на вас Мане Вам интересно Все время Хочется Нажать на Какую-то Кнопочку Эта кнопочка Все время Приводит К каким-то Неприятностям Ваше Вот это Ощущение Такое Знаете Нравится Вы человек Который Идете В новое Из-за своего Любопытства Из-за своего Интереса Все попробовать Причем Не Не в контексте Знаний Сесть Почитать А именно Тактильные Ощущения Да Очень важны Прикоснуться Вот понюхай Да Кто-то из вас Когда готовит Обязательно Должен понюхать У кого-то Нюх очень Обоняние Сильно Развито Я не буду Говорить Вам Что мне сейчас Показали Что вы там Нюхаете Но это Очень забавно Любите Вот В тарелку Налили Обед Сначала Надо понюхать На запах Умеете Определять Свежее Несвежее Не только Визуально Но По запаху То есть Можете взять Какой-то Фрукт Допустим Он может казаться Что Нормальный Ему нужно есть Но Понюхав Вы скажете Что Нет Здесь что-то Не то Химию Химию Очень Хорошо Чувствуете И Все что Связано С людьми Ненастоящее Такое Что-то Химическое Такое Тоже Я не могу понять То ли за вами Много глаз Наблюдают То ли Вот это Ваше Любопытство Но и за вами Тоже Люди Наблюдают Однозначно В детстве В детстве Мне очень много Детство Показывает Ваше Такое Вот знаете Может быть Кто-то Из вас Воспитывался На природе Потому что Ну Либо больше Времени Во дворах Проводил Да Не дома Не в стенах А вот От паутины Много паутины Много паутины Видимо Были Что-то Хотели Достать Либо Посмотреть И руку Испачкали В паутине Ну Любознательный Человек Любознательный Подводные Какие-то Озера Речки Знаете Когда В горе Есть Какая-то Впазина Вот Вы Туда Вас Тянет Мань Кто-то Любит Вообще Если Никогда Не Удается Посмотреть Кораллы Но Почему-то Вот Именно Кораллы Вас Как-то Усхищают Своими Формами Цветами Рыбки Разноцвет У кого-то Дома Есть Рыбки Аквариум С рыбками Круглый Аквариум У кого-то Круглый Такого Знаете Небольшого Таких Размеров А у Кого-то Есть Квадратный Обычный Но Он Тоже Небольшой Так А у Кого-то Есть Туда Это Рабочее Место То Ли Это Ресторан Куда Выходят Вот Там Большой Есть Аквариум Там Есть Тоже Рыбки Разноцвет Рыбки Хорошо Еще Человека Чего Посмотрите Мне Показывает Утренник Если Девочка И Вот Что-то Это Связано Со Снежинкой Корона Кто-то Мечтал Вырасти Знаете Стать Королевой Причем Такая Накидка Знаете У которых Есть Ворот Такой Может В прошлом Воплощении Были Знатные Дамы И Носили Как Накидка Но Так Ворот Такой Дверной И Корона Вот Что-то У вас Корона Такое Особенное Либо В детстве На утреннике Вам Одевали Не Кокошник А именно Корона Может Это Даже Из Пошлых Воплощений Солнце Тоже Любите Почему-то Мне Показывают Какие-то Знаете Не Вас Как Характер Как Человека А Именно Ваши Действия Здесь Например Кто-то Любит Ставить Лицо Под Солнечные Лучения Но Никогда Жарко Солнце Пек А Вот Когда Восход Внутренне Вот Вот Голову Навер Слаждаются Прямо Под Солнцем Что-то Такое У кого-то Руки Потеют Очень Сильно При Там Они Теплые Не Холодные У кого-то Экземы На руках Кто-то Любит Огромные Огромные Такие Кольца Сережки И Буз Крупные Круглые Красные То ли Деревянные То ли Что-то Такое Но Не Кристальные Нет Это Что-то Деревянное Вы знаете Как Ну Вот Как в Африке Может быть Что-то Такое Вот Какие-то Такие Украшения Кстати Кто-то Африку Очень Любит Хорошо Если Вы Узнали Себя В этом Ну Либо Не обязательно Напомню Это общий расклад Чтобы всех все проиграл Но какие-то части Потому что здесь Разная аудитория Какие уже говорят Кто-то любит лес Кто-то любит море Вот Кто-то любит Какие-то Пещеры Кто-то Африку Ну вот Вот такое Показали Да Вот прям Солнце Хорошо Почему Люди Вас Часто Боятся Они Не могут Определиться Либо Потому что Вы Не можете Определиться Скорее Всего В своем Пути В своих Каких-то Постурках То есть Знаете Вот Присутствует Какая-то Неуверенность Даже не то Чтобы неуверенность А непостоянство Ваше И вот Люди боятся Вашего непостоянства Того Что вы Никак Не 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 Определитесь Вообще В каком направлении Вам двигаться Чем заниматься Плюс Ко всему Люди Немножко Насторожены К вам Из-за того Что вы Такой Знаете Человек Импульсивный Да Вы добрый Вы благородный Вы мужественный Однозначно Но Вы Такой Знаете Зажигаетесь Но Не хватает Вашего запала На долгое время И если Допустим Это какая-то Профессиональная Сфера То с вами Очень сложно Войти в партнерство Почему Потому что Вы быстро Перегораете Вы можете Зажигаться Очень быстро На то Чтобы что-то Сделать А потом Очень быстро Перегораете И Люди могут Считать вас Ненадежным Из-за этого А вы просто Знаете Как огонь Надо Подбрасывать Постоянно Полено Чтобы Этот огонь Горел Какое-то Здесь Перья Мне показывает Чем-то Связан Может быть Это Ваше Прошлое Воплощение Потому что Мне показывают Опять-таки Знаете Как у Вождей Я не знаю Может быть Это Даже Мексика Инки Ну В общем Перья Вот эти Одевали Вожди С перьями Что-то С перьями Здесь Связано У кого-то Может быть Куры Есть Не знаю Петухи Может быть Кто-то Петушица Ругается Здесь Конфликты Какие-то Тоже Могут Проходить Почему Еще Люди Вас Боятся За Ваше Любопытство За Ваше Любопытство За То Что Ну То 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 Они Это Воспринимают Знаете Как Не совсем Приятно Ну То То Что Вы Допустим Можете Свой Нос Лезть Куда Сувать Туда Куда Не Нужно Но Я Уже Объяснила Что С вашей Стороны Это Способ Познания Это Способ Развития Как То То Ну То Это Интерес О Не Негативные И Люди Это Неправдно Восприимают Они Не Понимают Что Через Это Учитесь То То Что Я Хочу Всё Попробовать Я Хочу Всё Узнать Вы Очень Много Интересуется Ну К примеру Вы Можете Поинтересоваться У Человека Например Не Знаю Там Женщина может быть 50 лет, вы можете запросто подойти и спросить, а сколько ли вам лет? Да, и казалось бы, то есть, ну, кому-то это может показаться, что вы, у вас нет монет, да, что у вас нету каких-то, вот, ну, невоспитыванный человек, да, что у женщины не принято спрашивать возраст, а вы не про это, вы возможно, интересовались, допустим, я не знаю, какого числа либо какого дня у нее день рождения, чтобы ей подарить какие-то цветы, то есть вы можете задавать какие-то неудобные вопросы. То есть, например, можете спрашивать, а сколько вот вы зарабатываете? Человек удивляется, потому что это неприятно, некомфортно, ну, в смысле, почему ты интересуешься моими финансами? А у вас за этим стоит какой-то другой вопрос, ну, например, я хочу тебе помочь деньгами, да, то есть, если тебе не хватает, ну, ты скажешь, сколько ты зарабатываешь, я тебе доплачу там, либо еще, допустим, куда-то вы ходите, встречаетесь с кем-то, вот, и, ну, я не знаю, элементарно с подругой, и спрашивать, у тебя есть деньги? Ну, то есть, вы это интересуете с целью, что если у тебя нет, я заплачу за беда, да, ну, вы так заранее не говорите, вы просто задаете вот этот вот вопрос, есть ли у тебя деньги? Ну, вы такой человек, который действительно любознательный, и хорошую память вы запоминаете, например, если вы запомнили, что интересующуюся вас личность, например, ей нравится, либо ему нравятся вот такие цветы, то вы это будете помнить, и на день рождения, там, ну, или на какой-то юбилей, праздник, обязательно подарите то, что нужно этому человеку. А еще у вас есть вот эта часть, я уже говорила, от активности, вы любите обнимать людей, и иногда это может, опять-таки, тоже приводить к непониманию, например, ну, я не знаю, встречаете пару, допустим, у вашей подруги, там, есть муж, да, ну, они долгое время, допустим, женаты, это вы знаете, и вот вы при встрече, как приходит, например, там, я не знаю, ее обнимаете, целуете, ну, и так же обнимаете и целуете ее мужа, но не с целью, там, ну, закрутить какой-то роман или увести, нет, а вот просто, ну, чисто по-человечески, да, я не знаю, как-то вот по инерции, что-либо, ну, я не знаю, как вам это объяснить, то есть без какой-то задней мысли, взяли, обняли, ну, как это, для кого-то, может быть, это и по-христиански, да, кого-то обнял, так, крест-накрест поцеловал человека, ну, как-то вот, показать свое добродушие, расположение к этому человеку, это может вызывать иногда какую-то неприязнь. Почему у вас еще люди боятся? Да потому что вы, я же говорю, вы по шуту, вы непредсказуемый человек, вы непредсказуемый, никто не знает, что от вас можно ожидать, вы в любой момент можете сорваться, вы не больше знаете, если это профессиональная сфера, если в личной жизни вас как-то, ну, как-то свыклись уже с вашими чудачествами, да, вот как-то так можно будет сказать. Почему? Потому что здесь такие чудачества могут быть, но в контексте, например, утром проснулись, почему-то у вас все время утром такое приходит, утром проснулся, вы рано встаете, и у вас пришла какая-то идея, все, надо поменять, сделать перестановку, и вы можете там в 5-6 утра сделать перестановку мебель, и кому-то может показаться странным, либо, например, утром проснулся, надо затеять ремонт, кому надо, нафиг это надо, не знаю, вот у меня такое настроение, вот что-то такое, либо пойти изменить занавески, но это самое минимальное, почему-то, потому что вы можете пройти и сказать, с сегодняшнего дня я буду заниматься, там, я не знаю, йогой, проснулись и начали заниматься йогой, через 3 недели решили поменять это дело и заняться чем-то другим, почему, потому что все-таки по рыцарю жезлов вы быстро меняете, быстро меняется настроение, интересы, я бы так сказала, потому что, ну, все, все интересно знать, еще почему, ну, потому что у вас не хватает стабильности, вот это все, то есть я не могу сказать, что здесь вот как, допустим, по первой позиции вы непонятно, потому что там мистика какая-то магия, а у вас вот, знаете, что можно ожидать от маленького ребенка, недавно какой-то ролик смотрела на ютюбе, там один заулок хотел всегда себе завести обезьянку, пока маленькая обезьянка была, это было хорошо, а потом, когда эта обезьянка выросла, он боялся выходить из дома, потому что она им что-то сделала, потому что она насколько была умна, что он не знал, что она может вытворить, то есть она могла открывать краны, вода текла, она могла зажигать газ самостоятельно, ну, то есть непредсказуемые поступки были, ему потом, конечно же, пришлось ее убрать из своего дома, что понятно, потому что животное это не домашнее, ну, то есть оно должно жить каждому свое место, да, каждый должен жить по месту жить здесь по своему, вот у вас здесь вот такое, настолько вы непредсказуемые, вот именно как ребенок, потому что у вас мышление такое детское, не в контексте незрелости, а в контексте, еще раз повторюсь, любознательности и открытости этому миру, потому что этот мир, он вам интересен, все, что вы интересен, все, что вы не делаете, это новый опыт, вы знаете, еще как эти, химики, да, где-то что-то интересное, какой-то элемент соединить с другими, непонятно, это взорвется, либо это обвернется, что-то во благо, поэтому вот это вот единственное, что может вам показать, иногда даже у вас в словесной речи можете что-то сказать, опять-таки, вот со словами здесь надо быть более аккуратным, потому что у вас может быть, ну, вам кто-то доверял какой-то секрет, а вы расплатали его, не потому что вы хотите сплетничать, нет, а просто так, ну, не смогли удержать, ну, даже это может быть, знаете, как элементарно, кто-то кому-то готовит какой-то праздник к дню рождения и хочет сделать сюрприз, а вы вдруг неожиданно проболтались, не про сам сюрприз, а это может быть выглядеть следующим образом, когда вы собираетесь в компании, там, вот это вот будущее имени, которому, допустим, ну, либо человек, которому хотел сделать сюрприз, вы вдруг, и он спрашивает, например, там, если на субботу назначено, к примеру, и спрашивает вас, где ты будешь в субботу, и вы так, когда кого-то не встречаете, как, ну, у тебя же будет, это, праздник, я отложил все дела, я буду у тебя на праздник, человек, какой праздник, ты о чем, я, типа, ничего не планирую, и вы так, ну, какие-то вот такие вот курьезы с вами все время, в детстве, когда еще письма писали, вы могли получать какие-то чужие письма, знаете, кто-то адресом ошибся, что-то такое, и на велосипеде любите кататься, ну, по крайней мере, в детстве такое было, хорошо, вот такая вот у нас вторая позиция, ничего такого опасного нету, все рассказала, и мы с вами переходим, смотрим по времени, позиция номер 3, зелененький камешек, сначала смотрим вас, троечки, сразу могу сказать, почему вас опасаются, даже, ну, прежде характер, дело в том, что все, что вы пожелаете, у вас случается, у вас очень сильно работает сила намерения, вы как-то по-особому можете взаимодействовать, вот просто даже в голове можете о чем-то подумать, пожелать, и это случается, иногда это вас даже сами пугает, потому что вы не понимаете эту природу, ну, если вы не практика, не понимаете, почему так происходит, а так здесь человек, который, как минимум, имеет связь с высшими силами, вот, а как максимум, ну, вместе, которые молятся, здесь с молитвами, что-то связано, какой-то вот этот контакт, открыть с высшими силами, как-то с потусторонним миром тоже может быть такое, знаете, ощущение того, что вот половина вашего тела на земле, а вот вторая половина от поясницы, даже от гениталии выше, даже ниже поясницы, гениталии выше, она как будто в другом мире находится, вы возможно большую часть, если это как-то связано с вашей профессией, проводите, либо в медитациях, либо если вы оказываете какую-то помощь людям, то большую часть времени вы находитесь в видоизмененном состоянии, либо может быть вы занимаетесь, знаете, что-то изучаете, вы большее время, так или иначе, вы как будто бы не на земле, вот вы, я не знаю, как это, кто-то в коме, что ли, находится, здесь вот как будто бы такое, знаете, почему, потому что вроде бы тело в этом мире, а вы не в этом мире, какой-то вот тонкий план, что еще у вас за человек, ну и здесь люди как-то связаны с астралом, так или иначе, с миром, с вселенной, знаете, вот если вы были мужчиной, я бы сказал, что вы как-то космонавт какой-то, может кто-то из вас в детстве хотел быть космонавтом, потому что здесь вот такие вот масштабы планеты, может быть даже, знаете, кто-то занимается какими-то вот планетарными практиками, что ли, шаманы здесь тоже есть, потому что есть здесь духи, ну не природа, а здесь есть и шаманизм, то это когда либо с ветром, либо с душой связано. Хорошо, я хочу вас посмотреть, а мне показывают опять-таки вот ваши деятельности, как по второй позиции. Вот вы работаете словом, вы работаете вибрациями. кто-то знаете, хочется сказать шокер, я не знаю, почему шокер с электричеством, что-то такое, ну, может быть и с электричеством. а, если это косметология, то это может быть, знаете, вот лейзером работаете, да, какие-то светоизлучения. солнце, огонь, что здесь с огнем? у кого-то здесь головные боли бывают часто, мигрени. А кто-то здесь, я говорю, сновидцы, кто-то через сны исцеляет, ну, то есть во сне видите причину болезни, как свою, так и чужую. Кто-то работает, если вы медики, при натальниках, тот период, да, при беременности с эмбрионами, вот что-то здесь с эмбрионами, зародышами связано. Осень любите. У вас я хочу посмотреть, что вы за человек. Ну, вы трансформатор, да, по тройкам у меня, по тройкам у меня всегда приходит, здесь упала смерть. У меня точно кажется, что здесь кто-то в косметологии работает, пластические хирурги, что-то такое. Кто-то работает с Матроной, если это молитвы Матроны, что-то такое здесь. Здесь несколько профессий у меня выходит, да. Исходя из этого, ну, уже можно понять о вас, почему. Ну, то есть, допустим, если здесь мы говорим о молитвах, и вот то, что я сказала, да, как-то вот с Матроной как-то связано, да, с целительством, если вас, ваша эта профессия, сразу вам понятно, что вы за человек, да, я имею в виду человек, который не умеет, у которого развитая эмпатия, человек, который умеет сопереживать с другими людьми, да, человек, который может чувствовать этих людей. Если мы говорим, допустим, про медицину, может быть, акушер даже здесь, да, либо если это практики, которые работают, например, с беременными, с внутриутробными, да, какими-то воспоминаниями, вот что-то с детьми, либо программирование, если это шаманизм, например, то это, допустим, возвращение частичек души именно из детства, сновидения, то есть здесь однозначно, вот как там эзотерика проходит. Эзотерики не могут быть простыми людьми в контексте, вот знаете, вот бытовыми, не то, что им это чуждо, а просто даже в бытовой жизни они все равно увидят нечто большее, чем какой-то другой человек, но у них иное, так или иначе, восприятие мира. Вот вы все время тянетесь к чему-то такому непонятному. Ощущение того, что я не могу понять, почему вы убегаете из своего тела. Не могу понять, почему вы убегаете из своего тела. Вот, знаете, здесь как будто бы это ваша работа такая. Потому что даже вот эта карта, мелодия, допустим, души, когда человек сидит и играет на инструменте для того, чтобы все равно играть свою какую-то мелодию души, создавать, как у шаманов есть эти бубны, видоизмененные состояния. Может быть, здесь действительно творчество есть. может быть, то, чем вы занимаетесь, оно изменяет состояние человека и так или иначе он как будто бы не в теле это проживает. Вот в другие тела на другой план переходит, на тонкий план. Вот здесь что-то такое, что даже если, допустим, вы музыкант, то, что вы сотворяете, оно составляет человека как-то вот измениться. Знаете, вот это вот вдохновение, воодушевление, оно так или иначе выводит вас из того, что вот вы находитесь в моменте здесь и сейчас, что вот вы как будто бы вне телесные какие-то практики получаете. У меня ощущение того, что это вот то, что здесь показано, что это вот как будто бы ваша профессиональная сфера. Не знаю, почему они не показывают вас как человека. Вы больше, может быть, большую часть своего дня, своей жизни вы тратите на то, чтобы проводить как-то, ну, в работе. У каждого она своя и характер вас, ваш не показывает. Ну, то есть, чтобы вот описать вас, только вашу деятельность. Хорошо, почему люди вас боятся? Потому что вы заставляете их сделать какой-то выбор. Вы даете им шанс на какую-то более лучшую жизнь. Причем интересно, что на земную именно. Вот вы не стоите, ну, не сто процентов вы на земле. Я могла бы даже сказать, что вы знаете вот какой-то бы какой-то канал и большая часть вас соединяет не земной план. Но при этом вы как будто бы помогаете людям, даже не то, чтобы вы помогаете. Они вас не понимают, потому что рядом с вами приходится делать, определяться как-то. Знаете, сделать какой-то шаг вперед. То есть, сложно. Вы даете шанс человеку сделать шаг вперед, определиться, куда ему идти. Кто-то это делает своим собственным примером, а кто-то как будто бы, знаете, вот помогает, прорабатывая какие-то ваши качества, придавая вам больше уверенности, да, больше какой-то стабильности. Но меня удивляет, что вот у вас нету столько много земли в вас, сколько вы даете людям. Вот откуда это знание, ну, то есть, как можно дать то, чего нет у тебя. ну, вот здесь вот вы именно это делаете. Либо заземляете людей, либо как-то вот помогаете им работать с материальным планом, прорабатываете, а, поняла, все, вы прорабатываете их страхи как раз, видимо, через тонкий план, кто чем работает, какими практиками и, ну, какие практики используют. И это помогает человеку на земле как-то реализоваться. То есть, вы меняете его какую-то часть, да, структуру, характера, души, не знаю, состояние, что-то здесь вы делаете, причем такое большое достаточно. после чего жизнь человека начинает меняться. То есть, это не просто разговор, а здесь именно услугу, какую вы предлагаете человеку. И бояться вас, потому что нужно меняться. Что еще? Почему вас боятся люди? Вот вы меняете, выпадает четверка жезлов и колесо фортуны. вы меняете как-то знаете цикличность, стабильность человека. Вы заставляете людей думать. Вы заставляете людей меняться более разумно, подходить ко всему. Логически. Вы даете им новые знания. Иерофант. Вы меняете восприятие мира полностью. даете возможность наполниться эмоционально. То, что не хватает, не зря я сказала про шаманизм, какие-то частички души, что не хватает человеку, ему даете. То есть, вы соединяете, если это ваша практика, и потом человек ощущает себя наполненным. как-то влияете на его мировоззрение через какие-то знания. Хочется сказать, знания ваши какие-то неземные. Но результат, который он получает, он земной, он материальный. То, что можно потрогать, то, что можно пощупать, то, чем можно насладиться. Почему это все пугает людей? Я не понимаю. потому что приходится работать с этим. Потому что людям приходится работать с их эмоциями, с их душой, с их состоянием души. И это вызывает очень много переживаний, слез, когда нужно признать что-то, а тебе этого не хочется. Здесь очень много слез, как будто человек проливает. Может быть, даже ощущение того, что я жил, жил комфортно, известно, понятно. А тут вдруг пришел к вам на какую-то услугу. И бац, полностью жизнь поменялась на 80 градусов. И это понесло какие-то другие перемены, знаете, как домино. Одно одно с другом. И все начинается, и жизнь начинается рушить, и это привозит вам, вас страшит. клиентов я имею в виду. Хорошо, если это люди не клиенты, если это просто обычные люди, почему они не относятся к вам осторожно? Они вас не понимают, и у них нету доверия к вам. Почему? Потому что они вас не понимают иллюзорность, они, скорее всего, дорисовывают вас, нежели знают, кто вы есть на самом деле. Они считают вас достаточно нарциссичным таким человеком, да, который сам себе на уме живет, сам ради себя. Возможно, какой-то вот прошлый опыт их, да, в отношениях, да, набили как-то шишки. И хорошо, а вы тут при чем? А вы тут при чем? А, а вы жесткие, здесь коммуникация у вас такая конкретная, четкая, да, вы отстаиваете свои границы, отсекаете всех, я поняла, у вас есть четкое мировоззрение, так, как должны и понятие принципа, как должны себя вести люди, как они должны говорить, что они должны говорить, вот, отрезаете жестко всех вамкиров, ненужных людей, вот, то есть у вас есть определенные правила, в котором вы действуете, и это танцыруете и людям, а это не всем нравится, да, почему, потому что каждый хочет, чтобы и другие подстраивались под нас, под наше видение, под наше восприятие, а тут с вами такое не прокатывает, недостаточно такой жесткий, серьезный человек, вот, и поэтому, знаете, может быть, кому-то что-то сказали резко, да, может быть, кого-то отшили резко, вот, жестко как-то, даже в какой-то степени могу сказать, справедливо, безусловно, но что-то такое произошло, и поэтому я считаю, что вы какой-то своим нравом человек, да, хорошо, к чему вам еще настороженно относится, потому что то, что вы говорите, то, как вы транслируете себя, людям приходится работать над своим каким-то самообманом, да, принимать какое-то решение, вы не будете, короче говоря, щукаться с человеком, да, если вы видите, что он, например, там, хитрит, поступает как-то не так, вы сразу мотку правду мотку у глаза режете человеку, и вам наплевать, там, больно ему будет, не больно, что и как, нефиг было спрашивать, да, как-то что-то такое хочется сказать, да, то есть вы как-будто вы вскрываете очень жестко ситуацию для того, чтобы, ну, вот, например, приходит к вам человек, ну, я не знаю, если это, например, пластическая хирургия, да, и человек вам, ну, хочет, там, я не знаю, сделать липосад сюда, как врач можете сказать, что первое, что нужно делать, жрать надо меньше, вот прям вот так вот кто-то и говорит, ну, то есть не то, чтобы как-то разобраться, да, есть в этом, конечно, безусловно, правда, но то, как вы говорите, это достаточно жестко для такого человека, но вы это делаете не для того, чтобы оскорбить, а для того, чтобы включить человека в процесс, то есть это, как бы так сказать, вы показываете, что это твоя ответственность, вот если ты не готов, беги, Вася, беги, прежде чем ты ко мне придешь, то есть ко мне приходят только ответственные люди, мне нужно их включить в этот процесс, да, чтобы они осознавали, чтобы не было такое, знаете, вот как зомби, идешь по зову манипулятора, нет, здесь должен быть какой-то вот, вы как будто бы стряску даете людям, причем не обязательно, это услуги ваши, не услуги, это вот так идет со всеми людьми, поэтому они к вам более так настороженно находятся, вы находитесь просто на другом уровне и уже видите каждого человека, который носит маски, вам хочется сказать, что ну да, хорошо, если ты хочешь, допустим, там расти и развиваться, да, так сними эту маску, и человек вам говорит, а я не ношу маску, и вы его сняли, и очень жестко, резко с лица, ему больно стало, вот, а как ты говоришь, что ты не ноешь маску, а это что? И человеку, ну, приходится либо признать, либо что-то сделать, а это очень неприятно и некомфортно, да, поэтому, а вы к себе близко и не подпускаете людей на самом деле, у вас не так много приятелей, знакомых, вы все, да, если и есть, вы держите всех на расстоянии, да, у каждого свое место, у каждого своя роль в вашей жизни, и, ну, вам-то и не очень, потому что вы много времени на земле не проводите, поэтому вам не очень-то и нужны люди. Здесь вот у меня ощущение того, что у вас нету какого-то, знаете, доверия. Вы очень закрытый человек по девятке Пентакли, безусловно, опытный, знающий, ведущий, все хорошо, все круто, но достаточно эгоистичный, то есть то, что вас видят, вот этот вот нарцистизм, эта доля все равно присутствует, но только люди не понимают, что за этим скрывается недоверие. Недоверие, ваше недоверие к миру, почему? Потому что, ну, вы устали уже от всех обороняться, отгонять всех, кому не попало, кто лезет в ваше пространство, и поэтому вы предпочитаете закрыться, то есть это вот ваша какая-то, знаете, система безопасности, что ли. Вот, а так, в принципе, все нормально, но вот здесь вот присутствует доля одиночества. Хочешь сказать, вот как заядлый холостяк, либо заядлый холостячка, когда мне и от мой хорошо, и поэтому все свое время я, либо из-за того, что я все свое время посвящаю своему делу, вот мне как-то не до других людей. Ну, окей, если вам с этим хорошо, это хорошо, то есть, я не могу сказать, что это вот прям, плохо-плохо, но в девятке все равно присутствует некая такая, и по императору, да, все равно присутствует некая такая, некая замкнутость в себе, да, не подпускание людей. Мы не будем сейчас разбираться, что там за психологические проблемы, но они действительно есть, причем, потому что мы все-таки существа социальные, и некая такая коммуникация должна присутствовать, но у вас она присутствует такая, знаете, контролируемая только с моей стороны, когда я хочу, и на моих основах, да, то есть, вот, своего рода такая, знаете, некая манипуляция, да, только, когда я захочу, как я захочу, и на той территории, где я захочу, то есть, а здесь что-то такое, это, кстати, ваш духовный урок, по повешенному, духовный урок в этом плане. Хорошо, мы не пойдем сейчас разбираться больше, глубоко копать, еще пойдем туда, куда не надо. Вот. Вот такая вот у меня была третья позиция, пока я собираю карты. Хочу пожелать всем вам отличной недели, если вы смотрите в то время, когда выходит этот растат, а не позже. Но в любом случае, желаю вам всего самого прекрасного, светлого, больше улыбайтесь, дарите больше улыбки, не забывайте всегда во всех ситуациях оставаться человеками. Вот. И помните, что у людей всегда правят гормоны и инстинкты, и на этой почве мы всегда совершаем ошибки. А поэтому пусть каждый из нас, и я в том числе, первая самая. научимся держать свои эмоции под контролем. Вот. Не знаю, почему такое, но просто может для кого-то это будет важно. В любом случае, желаю вам всего самого наилучшего, до новых раскладов, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok